В оригинальном отделении политической партии КПРФ искренне и душевно поздравили волонтеров группы «Зов Родины» с Новым Годом. Это те люди, которые часто бывают на передовой среди гостей и мамы, жены, братья и сестры участников СВО. Всем вручили подарки и благодарственные письма. Альбина Ламкова продолжит тему. Мы решили собрать группу наших мам и таким образом их поддержать, чтобы они улыбнулись, почувствовали, что они не одни, что мы рядом. Что мы есть, что мы сила, мы воины тыла. Дружбинские парни поддержали, КПРФ поддержал. Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни общества. Волонтеры группы «Зов Родины» дают себя без остатка служению людям, а значит служению нашей скорой победе. В зале собрали тех, кто продолжает свой ежедневный волонтерский подвиг во имя людей и во имя победы. Вместе занимаются сбором и доставкой на передовую гуманитарной помощи. Работают семьями граждан, находящихся на СВО. У Фатимы Мамаевой пятеро детей. С первых дней у нас, там у старшего, он сейчас на ранении, на реабилитации находится. А так вот оттуда и знаю, что такое ждать. Что такое ждать звонок, слышать заветное слово «мам». Это самое дорогое слово. Так случилось, что многие ребята, не имея отношения к профессии военного, были мобилизованы на зону СВО. Среди них супруг нашей коллеги. Понимаю, что это такое. Мы все ждём их. Как говорится, любой солдат, он силён своим тылом. И мы всё, что можем, всё, что от нас зависит, будем делать, поддерживать их. Ждём всех наших ребят живыми, здоровыми и с победой. Вокруг партии КПРФ сформировалось много гуманитарных групп. Каждому оказывают внимание. С 2014 года наша партия, КПРФ, со всех уголков страны поддерживаем жителей Новороссии в борьбе за свою свободу. А когда вот случилось, с последнего времени началась специальная военная операция, естественно, эта помощь увеличилась кратно. Чествуем не только людей, которые оказывают свой вклад в гуманитарную помощь, но это также и матеря наших бойцов, которые сегодня на передовой. Мы считаем, что это наш долг порадовать и поддержать материнское сердце, которое постоянно в ожидании хорошей, доброй весточки с фронта. Помощь бойцам стала своего рода новой общностью людей, которые, несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, считают своим долгом помогать находящимся в зоне СВО не только вещами и предметами быта, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность. Большую помощь оказывают волонтёрам группы ЗОВ Родины «Ребята из дружбы». Скромные жители села решили не называть своих имён. Все участники группы всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся в сложное время. Это большое надо иметь сердце для того, чтобы вот так оказывать помощь непосредственно, безвозмездно практически. Вы прекрасно знаете, что перевозки стоят очень больших денег. Они, можно сказать, экономят. И на эти деньги группа покупает ещё медикаменты, товары и другие необходимые вещи, которые нужны для наших бойцов. Давайте ещё раз поприветствуем Беслана. Беслану Акба вручили памятную медаль «80 лет. Донбасская наступательная операция» от партии КПРФ. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.